Настоящие патриоты, которые с малых лет знают и чтят украинские традиции. Так юных запорожцев называют в облдепартаменте образования. Уверяют, ежегодно убеждаются в этом во время проведения конкурсов, посвященных родному краю и пасхальным обычаям. Каждый раз детям удается удивить жюри своей фантазией, говорят чиновники. Очередные творения ребят представили на масштабной выставке. Картины, поделки из бисера, оригами, статуэтки из глины и фарфора, вышиванки и резьба по дереву. В этой экспозиции собрано более 5000 творений. Все дело рук воспитанников различных кружков со всей Запорожской области. Каждый из участников конкурса по-своему выразил любовь к Украине и национальным традициям. Старшеклассник Владислав сделал это с помощью граффити. Уличным искусством увлекается с малых лет. Я просто увидел, когда был маленький, просто видел на стенах красивые рисунки. Ну и захотелось как-то самому тоже такие делать. Ну и начал тоже. 14-летняя Маргарита для выставки подготовила украшения из бисера в национальном стиле и вышитую картину «Ангел над хортицей». Девочка уже 5 лет занимается бисероплетением и признается, это дело очень любит. Я расслабляюсь, когда я это делаю. Это мое хобби, это мое увлечение. Чаще всего это в свободное время делаю. Даже дома могу сесть, делать что-нибудь из бисера. Конкурс поделок отмечают организаторы, воспитывает в детях чувство патриотизма, развивает таланты. В этом году решили добавить к этому еще и момент благотворительности. Мы берем участь в проекте надания допомоги військовослужбовцам в зоне АТО, чтобы часть выставочного материала за желанием родителей, за желанием детей, мы смогли надать на ярмарку волонтеров, чтобы купить аминюцию для наших військовослужбовцов. Экспозиции, посвященные родному краю и пасхальным традициям, региональный этап всеукраинского конкурса, объясняют организаторы. Среди множества поделок жюри отберет лучшие. Эти творения отправятся на выставку в Киев.